итак всем привет дорогие друзья с вами криптов теев я думаю что вы как и я ищите сходство на графике да когда у нас был тот самый крест смерти когда у нас bitcoin валился и что было у нас дальше но действительно как таковых сходства нету сейчас если мы констатируем факт по тех анализу что у нас произошло произошло то что многие не ждали этого и по факту если судить что у нас действительно произошло то что у нас побрили маржинальщиков но вернее побрили маржинальщиков которые топили за short жестко short или bitcoin и на соответственно такие там люди как четыре монитора которые имеют да эти четыре монитора их не спасли почему потому что просадка огромная short по биткоину наверное у них был взят скорее всего да и таким образом они потерпели фиаско поэтому сейчас если мы рассматриваем что будет с биткоином действительно опять таки я считаю что здесь нужно работать от психологической отметки 10 тысяч долларов и сейчас тупо заходить в сделку из-за того что просто вам так захотелось да или просто из-за того что все выросло но это как бы не совсем технично и я считаю что это части глупо да действительно если мы возьмем значение да и посмотрим на каких значениях сейчас у нас находится bitcoin 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 по сути у нас вырос на сто семьдесят шесть процентов до можно так сказать вот своего дна но будем считать что вы дно пропустили и естественно вы вот так вот и берете bitcoin который вырос в несколько раз да то что bitcoin упадет сюда это вообще никто не знает никто не может ванговать до сто процентов но то что с технической точки зрения сейчас брать bitcoin это как бы нет нерационально и тем более я думаю что вы согласитесь что если вы сейчас берете биткоин то это не гарантированная сделка о чем я говорю о том что по биткоину у нас тренд сломлен а поскольку сломлен тренд и он не понятен до после вот такого уже нельзя сказать что у нас медвежий тренд почему потому что цена биткоина тело свечей торгуется свыше двухсотки и пятидесятки и естественно тот кто скажет сейчас что у нас медвежий тренд он будет уже неправ он был прав до этого когда он заявил там не знаю в июле что у нас будет крест смерти как мы заявляли в вип-канале в июле как собственно сделает ретез на альткоины но сейчас уже если заявлять что у нас медвежий тренд нет поэтому поэтому будьте гибкими да и и переобуваетесь да записывайтесь ко мне на гимнастику приходите будьте гибкими и подстраивайтесь под рынок криптовалюты иначе он вас будет иметь но тем не менее шутки шутками но сейчас что-то мы видим что альткоины немного сдувается на у нас очень хорошо вырос дал x2 практически очень хорошая прибыль здесь получилось но дошел почти до 13 долларов и сдулся пока что на 11 я не скажу что на сдулся но такая коррекция она в принципе после такого роста она нормально кьютом пока что китайские проекты у нас такие на коррекции скорее сейчас и если мы рассматриваем опять-таки ретез на по новой по нео там отметка 6 долларов да там 6 50 7 долларов за монету то не знаю какой смысл и сейчас сдувать этот инструмент скорее всего здесь готовится какой-то разводняк с последующим ростом очень интересно надо будет посмотреть если что там сигнала на перезаход я веб-группе дам а что касается значит бинанс то что они заявили что переход эфириума на proof of stake может вызвать новый тренд среди крипто проектов и proof of stake является механизмом поощрения участников блокчейн-систем к формированию консенсуса на основании ряда факторов главным из которых является выделяемая ими доля собственных токенов проекта для получения статуса валидатора а для этого вам необходимо иметь тридцать два эфириума и соответственно действительно здесь говорится про эфириум про то как это в принципе повлияет на криптовалюты потом но ничего такого интересного здесь нету то есть есть очевидные росты к системы стекинга и он продолжается сетевой эффект вероятно будет привлекать к ней все новых новых игроков для проекта включения механизма стекинга в систему управления может предоставить дополнительный инструмент привлечение заинтересованных пользователей фириум готовится переключиться на proof of stake а значит блокчейн-пространство может быть вынуждена начать принимать расчеты стекинг и чем раньше тем лучше но собственно здесь говорится о том что рано или поздно конечно эфириума сделает переход на proof of stake да действительно он будет не сразу соответственно в двадцатом году будут изменения но тем не менее как бы все крутится вокруг того чтобы фильм был масштабируем да и чтобы в принципе транзакции обработка сети все это было очень быстро ну и собственно на фоне этого можно сказать что будет возможно новый хайп на фоне технологичности на на фоне какого-то новшества не знаю а потому что если мы говорим про хайп 2017 года это чистый хайп криптовалют это чисто из-за того что криптовалюты начали расти биткоин начал расти никто ничего не понимал а второй хайп должен быть на афоне понимания на фоне мейнстрима внедрения блокчейна на фоне технологичности тогда в принципе мы увидим рост цен причем очень даже неплохое что касается значит эфириума опять-таки что около 70 процентов адресов инвестировали в убыток и 76 процентов кстати биткоин адресов остаются в плюсе сейчас то есть это говорит о том что те люди которые покупали эфириум они больше купили эфириум на хайпе и они купили эфириум не понимая реальную цену этого актива а реальная цена этого актива это около 100 долларов за одну монету и получается так что мы имеем десять процентов это больше трех миллионов адресов которые купили эфириум по 780 долларов а то и там 1342 доллара за одну монету а потом идут те кто покупал по 500 700 потом идут те кто по 400 500 потом значит по 300 400 потом по 200 и 300 долларов за один эфир а то есть здесь как видно в основном диапазон покупок был и совершаемым был где цена за монету было около 200-300 долларов за одну монету ну что можно сказать то есть по сути я не могу сказать что это плохая инвестиция потому что эфириум как ни крути он развивается и он будет продолжать это делать в особенности там если мы говорим про эфириум 2.0 то есть монета останется чисто будет апгрейд сети чтобы вы понимали да то есть не будет хардфорка никакого чисто апгрейд сети и на фоне этого почему бы в принципе не холодить эфир а ведь это может быть повтор истории биткоина что эфириум он уже длительное время себя зарекомендовал и удерживает второе место по капитализации рипол кстати в прошлом году осенью перегонял эфириум да по капитализации был выше но сейчас эфириум уже долгое время закрепился xrp и такое ощущение что он спит и собирается давать своим инвесторам которые верят там xrp по 1000 долларов и так далее то есть приплетают там какие-то непонятные триллионные капитализации что там туда все деньги вольются и так далее то есть xrp тут сейчас задача стоит как бы ему дорасти там не знаю до 5 10 центов они до а то и до доллара они до тысячи и так далее ну то есть такое что касается значит госсми в китае призвали не переносить ажитаж по поводу блокчейна на криптовалюты то есть речь идет здесь первую очередь о блокчейне да и за блокчейном будущее но мы должны оставаться рациональными и естественно здесь говорится о том что криптовалюты здесь играют вторую роль да и главное то что это блокчейн то есть а по сути не покупайте криптовалюты верьте в блокчейн потому что блокчейн эта технология будущего вот здесь вот такой месседж в китае был то есть блокчейн да криптовалюты нет можно так сказать коротко а что касается бинанса то что и бинанс и битмакс они показали рекордный объем торгов bitcoin фьючерсами на выходных и естественно оборот биткоин контрактов на бирже битмакс тот же день достиг восемь с половиной миллиардов долларов и мы видим что также в принципе на бинансе были очень хорошие показатели ну и платформа бак тоже себя неплохо зарекомендовала а там где собственно тусуются институциональные инвесторы там контрактов было свыше тысячи да естественно это очень даже неплохо касается джи хангу он вернулся на должность руководителя битмайн bitcoin кэш при этом прибавил 11 процентов ну чисто спекулятивная новость по биткоин кэш принципе был виден аптренд но нам хватило принципе не а то есть на который дал 80 90 процентов в среднем зачем нам bitcoin кэш пускай летит пускай летит дальше ну принципе такие вот дела такие вот новости то есть какие можно подвести итоги криптовалютного рынка то что действительно сейчас необходим для понимания рынка импульс в одну из сторон если это импульс у нас будет вниз то нам необходимо смотреть как bitcoin сейчас будет себя вести если импульс будет вниз у отметки 8900 будет ли это ложный выход за 200 и 50 мувинг за крест смерти да если это ложный выход то очень плохие новости да если же выход не ложный и биткоин сюда возможно вернется потрется потом пойдет наверх то это очень позитивно с точки зрения того что 19 год значит будет повторять историю семнадцатого года многие кто сейчас разуверились разуверились в альткоинах они не понимают такой вещи что биткоин доминанс падает только тогда когда инструмент отыграл сейчас биткоин доминанс только скорректировался и он не падает что это означает то что биткоин могут гнать еще выше да и естественно это будет что-то наподобие вот этого да то есть его будут гнать выше и когда биткоин достигнет пика и будет стоить там около там 30 тысяч долларов вот тогда будут принципе производить слив при этом когда будет слив альткоины дадут сверх прибыль а в принципе та же самая схема по заработку по разводу толпы сейчас толпа думает что так как биткоин доминанс у нас принципе как бы якобы уже падает то соответственно сейчас будут альты расти нет они будут расти вместе с биткоином это я в принципе не отрицаю но существенный рост будет тогда когда биткоин будет полностью валится и это посмотрите 17 год январь в январе росли именно альткоины в январе эфириум вырос до 1400 долларов да это был январь 13 это было в январе биткоин вырос значит в декабре в двадцатых числах он имел свой пик поэтому есть заблуждение людей которые возможно но недавно просто пришли на рынок или не дружат с криптовалютным рынком или еще откуда-то пришли непонятно у биткоина был пик в декабре у альткоинов был пик в январе это нужно понимать поэтому я считаю что схема остается той же и она не изменится потому что альткоины с биткоином они будут расти но они будут цирости не сильно они будут существенно расти только тогда когда биткоин будет уже очень хорошо падать а это необходимо по логике вещей смотреть за перехаем да вот здесь у нас должен быть перехай и перехай двадцатки после этого тогда уже можно сливать и принципе фиксировать профит ну как бы так все всем дачи симка и до встречи